За и против югорской рыбалки. Экологи советуют не употреблять в пищу рыбу, обитавшую в водоемах региона. Однако любители традиционного хобби не слишком-то торопятся отказываться от ухи и других рыбных блюд. Насколько опасно пренебрегать советами специалистов и что не так с окунями, щуками и карасями в водоемах Югры узнавала Мария Ливанян. Рыбалка не только традиционный югорский промысел, но и хобби для многих жителей. Любовь к ней порой возникает с самого детства. Зачастую пойманный улов подают к столу. Пирог другой раз. Из-за куней уха хорошая. Это сказали о пестрохозах, что-то мы боимся даже. Варить надо долго. А долго варишь, надо развариваться. Вот улов. Ух ты. Ой, ничего себе. Однако, по словам экспертов, рыбы в наших реках стоит опасаться не только из-за пестрохоза. Местные реки богаты разнообразием рыбы. На каждую из них у рыбаков есть традиционный вкусный рецепт. Хороший улов можно засолить, закоптить и приготовить уху. Однако, экологи предупреждают, что в нашем нефтяном регионе загрязнены более 93% водоемов. Может ли рыба, выращенная в таких условиях, быть опасна для употребления в пищу? И как минимизировать нежелательные последствия, спросим у экспертов. В конце июля Югра вошла в список регионов Урфо с самыми загрязненными водоемами. Причиной, по словам экспертов, является нефтяная промышленность. У нас основной бассейн – это Оперстырский бассейн. Понятно, что практически все реки, они, значит, стекают именно в этот бассейн, то есть водоразделы. Поэтому все загрязнения, которые есть, они рано или поздно попадают именно туда. Более того, основная рыба, производственная, так сказать, база – это этот же бассейн. Поэтому рыба, которая у нас в реках водится, она накапливает все эти исходы. Почти во всех водоемах Югры высокое содержание железа. Эти элементы накапливаются в рыбе и впоследствии попадают в организм человека. Если мы берем, например, тяжелые металлы, такие как свинец, то накапливаясь в теле рыбы, накапливаясь в мышцах, человек, потребляя такую пищу, конечно же, употребляет эти металлы уже в свой организм. Бывают даже острые отравления, когда человек употребляет в пищу рыбу, зараженную какими-то веществами загрязняющими. На полном отказе от местной рыбы эксперты не настаивают. Однако не рекомендуют принимать в пищу щук и карасей, пойманных вблизи промышленных предприятий и там, где внешне заметны следы загрязнений. Задуматься о безопасности стоит и перед покупкой рыбы. Приобретать ее советуют никак не на стихийных рынках, а исключительно в магазинах. Мария Ливанян, Вячеслав Ширкунов, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.